Закажите любимые блюда из ресторана Прайм с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров 24, в студии Екатерина Пенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 9 больных за сутки. Как развивается ситуация с коронавирусом Саровья? На благо здоровья саровчан докторов клинической больницы наградили ко дню медицинского работника. Они старались, чтобы дома не было скучно. Самые активные участники проекта получили призы и памятные подарки. Далее расскажем по всем подробно. Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 450 тысяч человек. Общее число зараженных составляет 8 миллионов 400 тысяч. Ученые выявили, что пациенты, перенесшие COVID-19, имеют недостаточное количество антитела и могут заразиться повторно. В России в главном военном клиническом госпитале имени Академика Бурденко первые 18 добровольцев получили вакцину. Они чувствуют себя хорошо, а побочных эффектов не выявлено. Наша страна по-прежнему остается на третьей строчке в мировом рейтинге государственной большим числом зараженных граждан. Лидерство принадлежит США и Бразилии. Также Россия занимает 13-ю строчку в мире по числу погибших пациентов, зараженных COVID-19. Это указывает на быстрые темпы выявления заражения, а также говорит об эффективности, проводимых государством мер. Всего в России количество заразившихся коронавирусом приближается к 570 тысячам человек. Вылечились почти 325 тысяч, погибли 7800 пациентов. В Нижегородской области откроют летние веранды кафе и ресторанов. Губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. За столиком может находиться не более четырех посетителей, никаких банкетов. Массовые мероприятия на террасах проводить нельзя. Сфера общественного питания, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, может открыться только на третьем этапе. Но нам удалось достичь компромисса с главным санитарным врачом России о том, что мы откроем летние веранды и террасы уже на первом этапе. Отмечу, что все организации этой отрасли продолжат получать субсидии на выплату заработной платы и оплату служек ИХА, сообщил Глеб Никитин. Что касается обслуживания посетителей в закрытых залах, то было принято решение, что это смогут сделать рестораны и кафе, которые подключатся к системе видеоаналитики. Еще одно условие – заполнение не более 30% посадочных мест в помещениях и крытых верандах и террасах. Там также будут действовать ограничения не более четырех человек за столиком. С начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились более 8 тысяч жителей области, то есть 53,5% от общего числа заболевших. Количество зараженных достигло отметки в 15100 человек. Около полутора тысяч пациентов находятся в больницах, 15 человек в обсерваторах. Плюс 9 больных за сутки. Всего в Сарове с начала пандемии зафиксировано 348 случаев заражения коронавирусом. 113 человек выздоровели. 235 саровчан проходят лечение. 38 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. 8 лечатся в Приволжском окружном медицинском центре. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. У 189 саровчан болезнь протекает в легкой форме, они получают лечение на дому. За состоянием 193 человек наблюдают медики. В Сарове выявили еще один случай вспышечной заболеваемости в рабочем коллективе. Все случаи вспышечной, групповой заболеваемости в работающих коллективах идут по одному и тому же сценарию. Люди с малыми симптомами или не с очень малыми, но которые пытаются их сбить и перенести на ногах, приходят и успевают поработать один, иногда всего только два дня. И вот за эти один-два дня с несоблюдением мер профилактики они успевают заразить, а те по цепочке быстро разоражают других и появляется вспышечная заболеваемость. Горожан просят соблюдать меры предосторожности, ограничить контакты, в общественных местах носить маски, перчатки, регулярно мыть руки, обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами. И самое главное, не выходить на работу с симптомами заболевания. К ним относятся спешение в горле и осиплость голоса. Меньше двух недель осталось до дня голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В официальных группах Канала 16 в социальных сетях мы обратились к горожанам с вопросом, а знают ли они, какие изменения предлагают внести в главный документ страны. 40% в курсе предложений властей по поправкам. 53% не знают, что планируют изменить в Конституции, за что предлагают голосовать. 7% участников опроса неинтересно, что изменится в стране после 1 июля. В Нижегородской области стартовала всероссийская акция «Красная гвоздика», которая пятый год проходит на территории всей страны. В регионе проект реализует фонд «Память поколений». В рамках акции каждый россиянин может получить патриотический значок «Красная гвоздика». За благотворительное пожертвование собранные денежные средства направляются в благотворительный фонд «Память поколений» на оказание помощи ветеранам боевых действий. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об открытии нового мультимедийного раздела, посвященного первым днём Великой Отечественной войны. Посетители сайта военного ведомства могут увидеть уникальные архивные документы, оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и дневниковые записи. Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что на отдельных участках фронта частям Красной Армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы. Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приёма в ВУЗа в 2020 году. Поступающих собираются зачислить до конца августа. Приём документов будет проходить в электронной форме или через специальный онлайн-сервис с поступлением в ВУЗ онлайн. Подать документы также можно будет лично, если позволит эпидемиологическая обстановка в регионе. Результаты ЕГЭ выпускники должны получить до 15 августа. В Нижегородской области заработала телефонная линия «Безопасный двор» в рамках проекта «Территория детства». Жители области круглосуточно могут сообщать об угрозах безопасности детей на улицах и других общественных пространствах, о заброшенных зданиях, открытых люках и котлованах. СМС-сообщения принимаются по номеру плюс 7 960 171 71 14, а также в мессенджерах, вайбер и ватсап с описанием проблемы. Кроме того, по горячей линии можно сообщить о местах реализации несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции. Внимание всего мира в наши дни приковано к людям в белых халатах. Врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, студенты медвузов, рискуя своим здоровьем и жизнями, встали на борьбу с пандемией. 21 июня представители медицинской сферы отмечают профессиональный праздник. В этот день в их адрес звучат теплые слова благодарности за нелегкий труд. В этом году медики отметили свой праздник в неформальной обстановке. На площадке возле административного корпуса на территории больничного городка собрались только те, чьи фотографии в этом году украсили доску почета работников клинической больницы номер 50. Виной всему эпидемия новой коронавирусной инфекции, с которой наши медики борются уже несколько месяцев. Нам удалось ее победить в Дивеевском монастыре. И сейчас у нас проводится очень большая работа в этом плане в городе. Мы с вами выявляем, лечим, наблюдаем, в том числе за контактными. И пока что количество заболевших не уменьшается. То есть нас ждет с вами еще очень большая и кропотливая работа. Доску почета на территории больницы обновляют ко дню медика каждый год. Туда попадают фотографии наиболее отличившихся сотрудников. В этом году в их числе и заведующая детской прихлиникой Марина Алексина. Ее подразделение сейчас тоже на передовой борьбе с коронавирусом. Диагноз COVID-19 все чаще стали ставить и детям. И доктора мои, и медицинские сестры, они во все трудятся. Конечно, всем большое спасибо. И с праздником. Здоровья, счастья и всего самого хорошего. Цветы и премию получили врачи, медицинские сестры, лаборанты и те, кто обеспечивает бесперебойное функционирование больницы. Кроме того, заслуженную награду вручили ветерану Галине Гужовой. Она проработала в больнице 40 лет. Прошла путь от врача-терапевта до заместителя начальника МСЧ номер 3. За многолетний добросовестный труд Галина Викторовна внесена в книгу почета КБ номер 50. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Дети наследуют от отца и матери не только черты лица и интеллектуальные способности. Зачастую они выбирают ту же профессию, что и их родители. Так рождаются семейные династии актеров, юристов, медиков. Представители медицинской династии Чистяковых уже около 70 лет работают в клинической больнице номер 50. С самого детства Андрей Чистяков знал, что станет врачом. Другого пути для себя он не видел. Перед глазами стоял пример отца Юрия Александровича Чистякова, главного хирурга нашей больницы. И матери Антонина Федоровна, которая сначала работала лор-врачом, а потом возглавляла кабинет медицинской статистики. После окончания медицинского вуза Андрей Юрьевич проработал несколько лет в Ивановской городской больнице. В 1986 году вернулся в родной город. И я стал работать врачом, анестезиологом и реаниматологом в нашем отделении, в нашей больнице. Так сложилась жизнь, что я стал заведующим отделением реанимации. У нас пять лет отработал заведующим. А в 2002 году мне предложили перейти на должность заместителя, тогда еще начальника медицинской части. Затем он был заместителем главного врача, а сейчас руководит диагностическим центром. Андрей Юрьевич поработал со многими специалистами, помогал и молодым начинающим докторам. Хорошего врача, по его мнению, должно отличать клиническое мышление и стремление как можно глубже познать свою специальность. Если человек остановился на достигнутом и застыл на этом месте, ну, этот врач скоро потеряет интерес к своей работе. Это, наверное, основной принцип, который я хотел бы пожелать молодым специалистам, и чему сам всегда, в общем-то, старался следовать. Это ответственное отношение к своему делу, к своей работе, к своей специальности. Медик со стажем Андрей Чистяков смог лично оценить профессионализм врачей, которые работают в красной зоне и борются с коронавирусом. Он был одним из первых соровчан, которым в апреле поставили диагноз COVID-19. В тяжелом состоянии медика доставили в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. Много дней коллеги боролись за его выздоровление. Тактика лечения тогда еще не была отработана. Врачи учились на ходу, изучая рекомендации коллег из других городов, прослушивая лекции. Особая благодарность моя сотрудникам инфекционного отделения, врачам, которые лечили меня там. Это большой профессионализм наших медсестер, которые, находясь в средствах индивидуальной защиты, в очках, в двух масках, в двух перчатках, искусственно попадают в вены и оказывают помощь людям. Это врачи, которые приходят и постоянно вселяют дух и надежду пациентов. Редакция «Канал-16» поздравляет сотрудников клинической больницы номер 50 с их профессиональным праздником. Желает им здоровья, благополучия, вдохновения и благодарных пациентов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Каждое третье воскресенье июня в России отмечают День отца. Этот праздник еще не стал официальным, однако из года в год он приобретает все большую популярность. Это не случайно. Мама и папа – самые важные люди в жизни каждого человека. Традиционной миссией отца считают воспитание в детях целеустремленности, настойчивость, смелости. О роли отца в современном мире расскажем в следующем репортаже. Андрей Неконоров, 13 лет, работает учителем физкультуры в школе номер 20. Любовь к детям определила его профессию. Все свободное время он посвящает семье и воспитанию сына и дочки, которым прививает любовь к спорту, активному отдыху и здоровому образу жизни. Сильно люблю детей. Соответственно, хочу, чтобы мои дети тоже были спортивные, здоровые. Сын занимается хоккеем, ходит в спортивную секцию. Дочь пока еще никуда не ходит. Но думаю, в дальнейшем, что она тоже у нас будет заниматься спортом. Восьмилетний сын старается быть похожим на папу. С энтузиазмом выполняет упражнения на свежем воздухе. Отец для Тимура и Анжелики – наставник и пример трудолюбия. По словам жены, с каждым годом она восхищается мужем все сильнее. Летом Андрей обычно работает в детском лагере, где проявляет себя еще и с творческой стороны. Большое счастье иметь такого человека рядом с собой, который всегда поможет, поддержит. И дети, конечно, на него, я думаю, будут равняться. Особенно сын, так как он мальчик, видит своего папу, что папа у нас трудится, не покладая практически рук Судра Доныча. Поет на гитаре. И на сцене любую песню споет. И станцует брейк-данс, и вальс, и танго, и все на свете. Потому что уже на протяжении 15 лет он работает в «Ажатом». Каждое лето он ездит в загородные лагеря. Начинал с «Березки» и последние 12 лет проводит в лагере «Гайдар». Около шести лет Никаноровы состоят в клубе «Семья» молодежного центра. Участвуют в конкурсах и флешмобах городского, регионального и всероссийского масштаба, где нередко становятся победителями и лауреатами. Родители часто организуют детям костюмированные праздники, выбираются на природу и стараются все делать вместе, чтобы каждый день Тимура и Анжелики проходил незабываемо. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Два месяца строгой самоизоляции пролетели незаметно. Одни будут вспоминать этот период как самый тоскливый и унылый. Для других это время стало толчком для реализации своих творческих идей и задумок. Многие саровчан приняли участие в проекте «Канал-16. Дома не скучно». Они присылали нам видеозаписи веселых игр, танцев, кулинарных экспериментов во время самоизоляции. Самые активные участники получили памятные подарки. Спортивные тренировки, чтение книг с детьми, кулинарные рецепты рассказывают о своих достижениях и успехах. Самоизоляция открыла в Саровчанах новые увлечения. Запись видеороликов о своем времяпрепровождении. Хобби у жителей города самые разнообразные. Чтобы эти ролики не остались только в семейном архиве, «Канал-16» запустил проект «Дома не скучно» с К-16. Саровчане присылали нам ролики, а корреспонденты готовили программу. По окончании мы решили наградить самых активных участников проекта. Призы и памятные подарки уже получили Артем Ганюшкин и Тимофей Колганов. Еще один победитель, Владислав Пославский, приедет за подарками позже. По видеосвязи он рассказал, как готовился к участию в проекте. Видеоролик Владислав прислал накануне 9 мая. В нем он читает стихотворение о войне. Самый трудный момент, самый, это когда мы снимали около нашего окна и снимали очень-очень много раз. Полчаса прошло времени, наверное, и мы сняли хороший ролик. Все участники проекта доказали, что при наличии фантазии, поддержке своих родных, даже в условиях строгой самоизоляции, дома не скучно. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана «Прайм». Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова